я так понимаю интересует себя дополнительным видом заработка в интернете правильно что-то я поняла просматривайте для себя серые инвестиции и смотри для того чтобы разобраться как это работает правильно ну да примерно тогда да я поняла для этого я замечательно по этому поводу и позвонила для того чтобы помочь разобраться в данном направлении объяснив ключевые моменты того как это работает я уже не помню честно говоря это было на тот день по моему компания евростандарт это международный аналитический центр а как вас зовут алина алина так вы не могли позвонить попозже да вы на работе это много времени не займёт нет я понял понял я сейчас просто на улице зима на улице я сейчас просто не смогу это правильно разговаривать сейчас мне нужно поедем по городу вот поэтому давайте позвонимся по полю я вас услышала а ну по московскому времени до 8 до 8 а ну вот после пяти можно как-нибудь наверное после пяти лучше после пяти московского времени правильно примерно до 5 после так примерно до около пяти как вам будет удобно конечно давайте тогда да давайте тогда вот 17 00 московск где-то вот это начало пятого да вот я вас примеру да если я там буду немножко занят еще я скажу чтобы позвонили через полчаса вас так ну вот хорошо ли вам договорились тогда вам хорошего дня хорошего настроения вечером будьте на связи спасибо большое до свидания и вот доброго а а а а Я не знал звонка в 5 часов, а время уже пол шестого. Ну ладно, ну да, поспите, все правильно. Да, немножко с опознанием, потому что была взлетать с партнером. Ну да. Вговариваем на время. Понятно. А хорошо ли вам, я так понимаю, что в принципе интересуетесь для себя вариантом приумножения основного заработка и вообще рассматривали на себя все викифи, правильно? Ну, на сколько-то недокол, я этого больше не думал, просто интересовался просто пока. Наверное. 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 Я поняла, хорошо ли вы на самом деле вообще кем работаете, чем занимаетесь? Ну, по сути, работник склада, начальник склада. Начальником склада работаете? Да, военной организации. А, военной организации, спросите. А вообще есть у вас понятие, что такое ценная бумага, акция компании? Ну, конечно, есть, так. Естественно. Ну, это даже компания. Да, то есть... Возьмем компанию «Газпром», которая известна каждому, и я думаю, вы о ней также слышали и знаете, правильно? Ну, конечно, да. Вот. Это компания, которая на сегодняшний день является всемирной организацией по поставке газа. Так вот, на сегодня эта компания дает возможность, в первую очередь, да, это распространение газа по всему миру. Они сегодня заключают сделку по поставке газа в Японию. Если до этого они вели контракты только с Европой и, допустим, с Китаем, то сейчас они организовывают новый проект на 11 лет по поставке газа в Японию. Как вы считаете, для самой компании это хорошее событие, как думаете? Для самой компании «Газпром», что ли? Да, для самой компании «Газпром». Ну, наверное, да. Хорошее. Ну, почему? Потому что за счет данного проекта 11 лет, да, будет идти газ в другую страну, другая страна будет нам за это платить. Да, это компания. То есть будет определенная прибыль. И если до этого момента акции этой компании, допустим, стоили 215 рублей за одну акцию, то после заключения сделки они вырастут, потому что спрос от инвесторов возрастет, это в первую очередь, плюс сама капитализация компании увеличивается. И теперь пример. Если мы сейчас с вами покупаем пакет акций, допустим, в количестве 100 штук, по цене 215 рублей, и после сделки, там, через полтора часа... А сейчас сколько стоит акция «Газпром»? Ну, это вырастет. Сколько? Я не знаю. 215 рублей одна. 215 рублей одна акция стоит. Так. То есть после заключения сделки, примерно стоимость акции будет порядка 250-260 рублей. А сделка, когда будет сделка? В каком году? В следующем? Нет, сделка компании «Газпром». Да, вы сказали, с Японии, да, что-то такое? Да, ну, какой-то там сделка выведена. Да, компания, они сегодня, они сегодня предварительно подписывают первый транш Японии в эту компанию на поставку газа. Первую линию, что-то, первую линию трубопровода запускают? Да, да, первый транш будет идти, первый инвесторный транш Японии. А там как, жижный природный газ идет или по трубопроводу? Я просто в газе немножко разбираюсь, потому что приходится работать и с газовым службами. Нет, газопровод будет пролаживаться скорее всего. Потому что там Японского моря прокладывать газопровод, мне кажется, это трудозатратно. Проще, наверное, сжижный газ все-таки возить, да, все-таки? Это же все-таки остров Японии. Ну, я не знаю, вы понимаете, но Япония, в первую очередь, Газпрома делит 50% инвестиционных ресурсов на двоих. Тем более там Сахалин, там как бы тоже, там же у них свои эти порты Владивосток, да, но все-таки свои порты там есть, жиженные, для сжижения природного газа. Ну, это уже, понимаете, то есть, это уже... Тут уже сторонние организации идут уже для поставки газа-то, получается. Уже не Газпром уже осуществляет, а уже какие-то сторонние, ну, корабли какие-то, да, специальные оборудования для этого дела. Ну, я, если честно, в этом не сильно, как там проводятся эти газопроводы, да, и там, допустим, другие какие-то... Потому что жиженный газ, на самом деле, транспортир гораздо дороже, чем трубопровод. Поэтому прибыль, да, допустим, не то что сомнительно, она довольно-таки, ну, такая съедает, ну, большие издержки несет. И прибыль не такая уж и большая, как можно было предположить, при поверхностном взгляде на вещи, да? Как вы считаете? Ну, это понятное дело. Ну, вы знаете, что, допустим, заключается определенная сделка между компанией, допустим, да, страной, инвестором и компанией? То, что определенно, да, несут 50% затрат компании... Потому что некоторые сделки, они несут в себе чисто декларативные функции, да, какие-то, просто показать о своих намерениях, а о прибыли там речь вообще может не идти даже, просто не идти. Просто для инжи, ну, государства, может быть, даже, для установления, ну, двусторонних отношений, да, вот. Может быть, там и прибыли-то не будет, может быть, даже после подписания сделки акции могут даже уйти вниз, правильно? Ну, а компания... Подождите, компания «Газпром» не будет делать? Нет, 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 если просто под давлением государства, ну, государственных, ну, властей, ну, властей просто. Вот, то есть... Ну, смотрите, банк ВТБ, да, вот, допустим, взять ВТБ, а у него, допустим, государственные есть какие-то, ну, доли государства 51%, да, где-то там, ну, контрольный пакет акций. И государство не дает просто развернуться этому банку ВТБ, он сейчас, ну, на дне, по сути, находится, никак не может выбраться из дна. Например, Сбербанк, Николай, они растут, да, растут, растут. А эти, а ВТБ не растут, потому что государство его держит в жестких рамках, просто не дает ему расти, потому что ограничения по капиталу, по резервам, там, еще по каким-то другим всяким... Так если подождите, подождите, Ливан, если этот банк выйдет на коммерческую деятельность, а не государственную, то государство с него ничего получать не будет. Нет, он коммерческий банк, они же акционерное общество, они же... Понятное дело, понятное дело, понятное дело, но больше ресурсов идет в бюджетность, понимаете? Нет, там просто задача, это для ВТБ, просто финансирование каких-то там аэрофлотов, всяких там, всяких ипотек, которые, ну, такие считаются, рискованный портфель такой, довольно-таки. Вот, у ВТБ, допустим, да? Так, центральный же банк от этого получает? Социальный банк, по сути, он прибыль, ну, в убыток работает, по сути, благодаря тому, что государство его заставляет заниматься этим вещами. Так же и Газпром может быть, да, в убытку идти из-за этого японского договора, да? Газпром, подождите, так, подождите, Газпром полностью, да, обеспечивает всю Российскую Федерацию, России наоборот выгодно. Ну, выгодно-то выгодно, иногда приходится невыгодные вещи Газпромы делать. Ну, почему, почему Россия, почему Россия так отстаивала Северный поток-2, когда полностью был наложен арест? Ну, это Европа же, если не Ваток, поток-2, Германия, все-таки, ну, более прибыльное направление. Почему они отстаивали, если, допустим, это было просто так же для видимости? Нет, ни один контракт с Газпромом не заключается для видимости. Ну, возможно, возможно, я к чему говорю, что, да, я могу ошибаться, я к тому, что просто нужно пристальнее посмотреть, да, на вещи иной раз, иной раз, правильно, все-таки, как мне кажется? Возможно, там и прибыль не очевидна, может быть, да? Так, сама прибыль поп-компании, может, и не очевидна, но рост акций будет это не обратить. То есть, как только какое-то хорошее событие для компании, акции растут. Понимаете, первоначально, они вырастают в цене, они могут потом уже корректироваться по прибыли, которую компания будет зарабатывать. Вот некоторые акции, они могут растить еще на ожиданиях, то есть, если этот договор прибыльный, да, то есть, акции могут уже... Вырасты заранее, а после подписания, они просто откорректируются и, может, даже вниз уйдут? Вот я к чему. Правильно, могут, конечно же. То есть, то есть, рост, рост, рост... Акции растут за счет прилива активов и инвестиций, да, ресурсной базы в капитал. А этот капитал где отображается? В балансе каждого предприятия. И если капитал увеличивается даже на какой-то период времени, да, а потом корректируется в зависимости от полученной чистой прибыли по финансовому балансу, то акции в любом случае все равно вырастут вначале. Это часть капитализации. Да, но, на самом деле, акция такая штука непредсказуемая. Она даже и корректируется, все это, знаете, как-то происходит, это непредсказуемо. Да, семейный анализ, все правильно, семейный анализ, технический, фундаментальный, он дает возможность прогнозировать рост акций, либо западение акций. Собственно говоря, чем мы и занимаемся. Могут быть непредвиденные ситуации на рынке, когда никто не предполагает, что акции определенной компании вырастут. Также вот так переворот в Америке сейчас сильно влияет на владельность рынка. Потому что все-таки четверо подтвердили полностью победу Байдена и его партии, так как у Трампа и у Байдена совсем другие взгляды на развитие экономики. То есть на международном рынке это может, конечно, негативно отразиться на российскую экономику, но сейчас, в данном этапе, это может принести хороший заход нам, как участникам финансового рынка, понимаете? Вам это ваши явления. Мне кажется, и Трамп, и Байден, они просто поставлены лица, которые, ну, просто говорящие головы, на самом деле. А все решает бизнес, бизнес финансы, я так считаю. Ну, так, правильно, такая экономика от чего зависит? От чего зависит? От разных факторов, разных климатических, например, факторов тех же самых, политических, ну, разных, разных, много чего, их много просто. Ну, так правильно, так это все и учитывается. Смотрите, Ливон, я вам говорю о том, что мы для вас будем готовить сделки, которые 100% сегодня принесут вам прибыль. В случае форс-мажора, либо же ситуации на рынке, которая поворачивается в нею прогнозную сторону, вы сделку закрываете, ну, сделка закрывается автоматически, с медициной просадки. Это правильная стратегия ресурсмата и диверсификация портфеля. То есть вы либо выходите в ноль прибыли, либо зарабатываете. Даже ноль прибыли невыгодно нам, как компании, так как мы вам даем только ресурсную базу, мы вам даем ценную информацию, на которую вы зарабатываете, получаем 5% успешной сделки. Вы заработали 5%, что нам? И заработать вам нам невыгодно в первую очередь, потому что мы в любом случае нечем финансовые затраты на обеспечение вас как своего партнера. Это вы как бы брокер, да, получается? Ну как, брокерская сопровождение вам, да. Нет, нет, брокерская компания, вы являетесь брокером, да, получается? Мы, ну, смотрите, есть брокеры физические лица, есть просто торговые площадки, которые не дают аналитическое действие. Нет, нет, вы чем являетесь? Можно вам предоставлять? Вы можете сказать? Брокерская компания, которая предоставляет вам аналитическую информацию. Вы предоставляете аналитическую информацию или возможность торговать? Не, мы даем вам выход на рынок через торговую площадку, плюс сопровождение от эксперта. То есть вы не брокерская, не аналитическая компания, ну, два в одном, да, получается? Ну, смотрите, да, есть брокеры, которые предлагают вам просто обычный робот-советний, либо же торговые сигналы. Нет, есть брокеры, которые ничего не представляют, они представляют просто выход на биржу, а дальше, ну, где, ну, как хочешь, ну, взять-то он Сбербанк брокер, да? Да, есть просто, да. То есть они же не дают каких-то прямо торговых рекомендаций, они дают просто советы, советы. Ну, вот такие вот, знаете, выжимки, какой-то информации. Так банки же, банки же не имеют возможности, не имеют права... Нет, 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 я имею в виду Сбербанк брокер, не Сбербанк банк, а Сбербанк брокер, это разные юридические лица. Правильно, правильно. Это разные юридические лица, есть БКС банк, есть БКС брокер. Я знаю, Ливон, Ливон, я это все прекрасно знаю. Нет, вы говорите, что банки, они туда-сюда, я говорю, что банк это банк, муси отдельно, котлеты отдельно, все-таки. Так, причем Сбербанк брокер, это не отдельная организация. Нет, 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 это отдельная организация, да, именно что. У нее есть свои собственные лицензии, свои собственные ИНН и свой собственный ОГРОН. Точно вам говорю. Так правильно, так она идет как банковская структура, вы знаете, а банки не имеют правильную аналитическую деятельность. Она идет отдельная структура, как бы ясно, что она отпочковалась от Сбербанка, но это отдельная юрлицу, отдельная. Сбербанк-брокер, это не отдельная организация от Сбербанка? Отдельная, отдельная, отдельная. Это дочерняя, ну и там такая там отдельная, ну и всегда так было. Сбербанк, то же самое БКС-банк есть, да, БКС-брокер. То есть для того, чтобы осуществлять брокерскую деятельность, нет, там, да, чтобы осуществлять брокерскую деятельность, да, то есть она создает отдельную, ну, организацию, отдельное юрлицо, которое получает лицензию. Так, правильно, но это, вы понимаете, что это одно из направлений банка? Нет, между ними, естественно, есть связь, это одно, как бы один холдинг, условно говоря. Так, правильно, так я вам говорю, что банк не есть. Но учредительная документация всякая, разрешительная там вся эта история у нее своя. Есть, уставные документы, уставные документы одни, вы не понимаете этого, Ливан? Нет, нет, да, они уставные. Понятно. Ну, так я вам говорю, что уставные документы у них одни, понимаете? Они, конечно, не будут вам давать только советы, они не имеют права ввести аналитическую деятельность. Мы предоставляем возможность выхода на рынку плюс аналитика. Человек, который вас сопровождает, он вам дает информацию, он вместе с вами зарабатывает как партнер. Это понятно? Ну, понятно. То есть мы не просто против, который зарабатывает на комиссии, а с открытия и закрытия сделок. А вы не только на комиссии зарабатываете, вы еще зарабатываете еще на чем-то, да? Мы не зарабатываем на комиссии от сделок. Мы зарабатываем на комиссии от прибыли. А выход на рынок у вас и открытия сделок осуществляется бескомиссионно. А там спреды всякие, всякие вот такие вот эти штуки-то, введение счета там, то есть вы не берете, да, за эту плату? Это все... Нет, это отдельный брокер, который просто дает вам возможность выйти на рынок. Вся комиссия это 5% вот от спешной сделки. Потому что нет, спреды берет же еще и это, сама биржа. Биржа берет не только брокер, брокер может не брать ничего. Подождите, спред это не комиссия брокера, спред это просто маржа. Да не спред, я имею в виду вообще взносы всякие там, да, за открытие сделки, еще и биржа забирает все-таки некоторые, правильно? Нет, нет, вы здесь не берете никаких взносов, ни комиссию за конвертацию, как берет банк, ни комиссию за открытие счета, мы это не берем. Ну ладно, что вы, в итоге-то, я что-то не понял, что дальше делаем-то? Ну так вот, мы вам предлагаем возможность работать с нами как партнерами, предлагаем тест-драйв для того, чтобы вы посмотрели, как работает компания, что она предлагает по факту. Да, то есть мы даем вам информацию, вы на ней зарабатываете. Режим тест-драйва это две недели, вы работаете с минимальной инвестицией, которая вам позволяет заработать. Это сумма в размере 15 тысяч рублей. То есть 10 долларов, вы получите, на свой торговый счет. Сколько, 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 сколько? 15 тысяч? 15 тысяч? Это минимальный счет для пробы, да? Да, да, это пробный вариант. Это пробный вариант, 15 тысяч, это как будто такая мелкая, да, ничего, все мелкая. Это так, я бы сказал, не маленькая сумма, в общем-то. Как, как, как? Ну так, подождите. Компании интересна выгода и заработок. Мы уходим на международные рынки. Ну, это же пробный сделка такая, пробный, когда 500 рублей, ну, тысячу рублей пускай, но 15 тысяч, я бы вам не сказал, что это пробная такая, знаете. Ливон, 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 на какой рынок вы выйдете с такой суммой? Откуда я знаю, на какой, на любой, 15 тысяч рублей, вы все-таки, я не знаю, сколько там, Газпром, вы сколько сказали, 215 стоит акций, да? То есть на одну тысячу можно купить пять условно акций, да? Ну, там, четыре. То есть на 15 тысяч это можно 60 акций купить? 60 акций? На какой рынок? На московский рынок? Ливон, мы не работаем с московской. Ну, цены же там тоже другие такие же, правильно? Ну, на международном рынке же Газпром так же стоит. Цена же, она 1. Ливон, 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 послушайте меня. 500 рублей это неэффективная сумма инвестиций, а мы как-то на международный рынок. Нет, для тест-драйва, для тест-драйва, правильно? Она же не пока для тест-драйва, правильно? Да. Правильно, так тест-драйв. Тест-драйв для чего предназначен? Не тренировки. Вы одну копейку заработали, а мы что с этого заработаем? Нет. Для тренировки у вас есть демо-счет для тренировки, а для результата дается тест-драйв. А что тогда тест-драйв, вы называете это дело? Это уже не тест-драйв, это уже полномасштабная работа. Это пробный период, когда вы зарабатываете результат, а не одну копейку с прибыли. Вы понимаете, что, когда я на рынке... Для тренировки я согласен, и копейку заработать хотя бы вместо рубля. Нет? Сказите мне хоть одного брокера, на котором возможно заработать 500 рублей. Хоть одного. Тинькофф, брокер. Сколько вы заработаете с 500 рублей, и на каких активах вы сможете работать? Ну, если 500 рублей, если у меня вырастет баланс, ну, допустим, на 1%, ну, примерно на 1% за неделю, да? Это будет 5 рублей. Правильно? Ну, как много вы заработаете за неделю? Ну, для тренировки я говорю, для тренировки. А скажите, подождите, послушайте, а теперь скажите, какая выгода будет в 50 рублей? Кому? Нашей компании, которая для вас анализирует рынок. А выгода, ну, я потренируюсь, посмотрю, да, интересная компания. Нашей компании, какая-то выгода. Подождите. Так, Ливон, если вы серьезно, если вы серьезно заинтересованы в заработке, послушайте меня, мы работаем суммой 15 тысяч рублей, это копейки на международном рынке. Мы не предлагаем вам открывать счет в 1000 долларов, как работают здравомыслящие трейдеры. Ну, Тинькофф принимает любую сумму, я узнавал, в любую сумму. Там единственное, что если ИИС открывается, то в месяц берется за введение счета, там какая-то сумма, 100 рублей, что ли? Так вы из 5 рублей налога больше заплатите, чем заработаете? Ну, там безналоговый период идет 3 года в ИИС. Инвестиционный, индивидуальный инвестиционный счет. Там на 3 года дается безналоговый период. Ливон, я у вас спрашиваю, у вас есть ИС-Драйв 2 недели. Вы начинаете 10 рублей, мы за 2 недели зарабатываем 10 рублей. Что это дает компании? Дорогой ИС-Драйв у вас. Вы как здравомыслящий. А при чем тут дорогой? Вы что, эти деньги тратите? Ну, я же их должен вложить. Если вы оплачиваете. А вдруг ИС-Драйв пройдет неуспешно, 15 тысяч я получаю. Не пройдет. У вас по международным, подождите, ли вон у вас по международным страховым, ой, по международным стандартам есть страховка. Так. Алло. Есть страховка по международным стандартам. А вы прерываете периодически что-то, что-то связь как-то, непонятно. Алло. Не знаю, я вас нормально, я вас нормально слышу. Как будто вы микрофон выключаете. Вы меня нормально слышите? Нет, я слышу, когда вы говорите. А когда не говорите, там как будто микрофон у вас выключен. Да-да-да, и что дальше? Да-да, все нормально вроде бы. По международным стандартам вам предоставляется система страхования. Это дает возможность не возмещения денежных средств, а выдержки просадки на рынке. Вы знаете, что такое просадка на рынке, как она выдерживается? Ну, просадка это когда упала стоимость акции, правильно? Вот просадка. Что-что? Ну, просадка это когда стоимость активов падает, вот просадка, правильно? Ну, правильно. Так вот, страховка дается вам для ее выдержки. А страховка на 500 рублей не дает? Кто ее обеспечит страховку? Что-то я первый раз слышу об этом. Страховка на... Так, страхование. ...на бросерском финансовом рынке. Так, то есть вы страхуете депозиты, да, получается? Что-то предоставляет вам... Мы страховываем депозиты, а там это в первую очередь... На период тест-драйва, да? На период тест-драйва, да. А потом, то есть, 15 тысяч я вложил, например, заработал, да, и там не заработал, я 15 тысяч все равно, ну, как бы, не теряю, правильно получается? Нет, они остаются при вас. То есть, ну, допустим, газпром упал, например, в два раза, ну, пускай в два раза, то есть, тем не менее, 15 тысяч меня, как бы, потому что застрахованы, они все равно не изменятся, да, в случае падения? Нет, нет, не изменятся, тем более, что мы с вами не выводим всю сумму на одну... Ну, к примеру, друг всю сумму вывели, мало ли. То есть, она, тем не менее, остается у меня в сохранности на случай, если вдруг она упадет. Да, это вы правильно поняли, но я вам объясняю, что на одну сделку, сделку одну вы будете открывать не более, нежели на 10 процентов. Ну, пускай 10 сделок на разных компаниях, да, ну, 10 процентов, там, 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 и все попадали, но, тем не менее, вы это подстрахуете, да, в случае падения? А, нет, они все нет. Ну, мало ли, завтра опять коронавирус, ну, как-нибудь вдруг, допустим, я его условно так говорю. Да, не попадают себе. Я к примеру, ну, к примеру, в самом худшем случае, да. Да, да, вы получаете 15 тысяч обратно. Да, но мне кажется, что если вы, у вас все сделки упадут, и вы получите просто страховку, вряд ли вы захотите с вами дальше работать. Ну, если я посмотрю на рынке и увижу, что СНТ-500 упало, и все упало, естественно, и у вас упало, и во всех броксис-компании то же самое. То, естественно, зачем мне вас винить? Ну, так правильно, да. Вы просто заберете 15 тысяч. То есть, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств мировых, да, то есть вы страхуете счет просто тупо, да, и все, да, как бы, вот так. Да, там все правильно. Вот, то есть, готовлюсь к худшему, но надеюсь на лучшее. Да, вы поняли, да, так как будто понятно, что уже самое. Ну, я поняла, да, я поняла бы, да. Ясно. Да, Ливан, все правильно. Ну, смотрите, первые две сделки, первый торговый день, вы открываете только первые две. То есть, вы будете торговать на 20 долларов. Вот и все. Потом вы уже смотрите по прибыли, вы можете первую прибыль вывести себе, как хотите. То есть, вы проверяете вывод средств, осуществление конвертации, полностью все. Нравится, на следующий день работаем дальше. А как, а как, а как, пополнение через банкомат, куда, как это делать, то есть, да, как? Активацию счета нет, вы можете по публичным данным вашей карты, можете сделать по номеру договора по системе КВИК. Это платежная система КВИ, если вы знаете, там, КВИ электронные, как... Да, даже, КВИК, КВИК или КВИК? Ну, система КВИК, она подвязана... Алло? ...избежание отмывания... Да, смотри, это идет избежание, идет из полностью сейчас регулирование отмывания денег... Сейчас просто с КВИБанком, сейчас пошла какая-то проблемная ситуация, КВИБанк сейчас это там обвиняет в подозрительных махинациях, и акции КВИБанка даже самого упали. Тоже, да? Вот, то есть КВИ, это вообще надежный способ... Ну, потому что отмывание, отмывание, отмывание денежных средств. Вы просто можете, у вас же будет транзитный счет и будет номер транзитного счета. То есть вы пополняете сами, либо же по своей карточке, да, по которой вы хотите, либо же с помощью терминала по реквизитному счету, либо же с помощью перевода по транзитному счету. Все операции у вас отображаются в онлайн-банке вашем. Вы каким банком пользуетесь, Иван? Сбербанком. Ну вот, Сбербанком. У вас полностью все транзитные операции будут отображаться в личном кабинете. Платежная система, там какая интеркасса или другая, то есть полностью все чести. Какая интеркасса? Что это такое? Ну, формат платежных конвертаций. Ну, когда вы делаете покупку в интернете, допустим. А, ну я не знаю, я вот покупал на Алиэкспресс, вижу там свою, ну как бы заводил там этот, просто здесь перекидит и все. Ну, ну так вот, на Алиэкспресс, когда вы покупали, я сейчас говорю, я сейчас не обращу внимания. На Алиэкспресс Яндекс.Касса работает, платежная система. Ну, наверное, я тебе делаю в интернете. Я вам, а, я поняла, я вот, смотрите, давайте я вам пример приведу. Когда в терминале, да, делаете там пополнение карточки, допустим, либо так через айбокс, да, просто деньги закидываете там на номер телефона, либо везде куда-то. Через такой айбокс? Что это такое? Ну, айбоксы, терминалы различные. Ну, где вы пополняете что-то? Телефон, интернет. Айбоксы, не знаю, что такое за айбокс? Это что такое? Ну, это терминалы обычные, банковские, банкоматы терминалы. Есть обычные, отдельные. Это, в смысле, классифицируются банкоматы на разные? Айбоксы есть, да, среди них, то есть? Так, что ли? Да, они различного формата есть. Есть просто терминал, есть банкомат, допустим, с терминалом. Есть подвластный банк и есть отдельные. Поняли? Потому что есть бесконтактные в Звербанке, знаете, эти самые, то есть не надо карту вставлять. Вот. Ну, это понятно, да, это терминал, да, это терминал. Да, это терминал айбокс, да. А, ну, теперь понятно, так, так. И вот, значит, понятно. И мне нужно подойти к терминалу, да, получается, чтобы сделать платеж? Вы можете это сделать через свой онлайн-банк. Через интернет я могу сделать? Правильно. Через телефон могу сделать? Да. Можете, 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 через свой онлайн-банк. А, все. Можете через свой онлайн-банк. У вас операция полностью будет отображаться по вашему онлайн-банку. Так, понятно. Понятно, то есть полностью. За вами закрепляется аналитик, это ваш личный специалист, который будет с вами работать. То есть вы первый день работаете с ним, он вам рассказывает, о чем заработаете, сколько, за какой период времени и тому подобное. Вот вы ватсапом пользуетесь? Ватсап есть у вас? Нет, я ватсап не пользуюсь, я пользуюсь этим, как называется, телеграммом. А вайбер? Телеграммом. Павел Дуров. Только телеграммом пользуетесь? Ага. Да? Ну да. Понятно, ну хорошо. Ну на этом телефоне... Хорошо, а другими там какими-то... Ватсап, на этом телефоне у меня все равно ничего нет. Это такой телефонный, пустой. А у вас несколько телефонов или как? Ну да, у меня еще есть домашний номер, ну в смысле семейный, скажем так, номер. Ну я его уж не буду ассоциировать. А есть у вас какая-то... Левор, а есть какая-то глобальная цель, на которую бы вы хотели заработать, исключительно вот заполнительного источника? Ну мечта может быть, я не знаю, может вы свое предприятие как-то открыть, либо что-то купить? Нет, зачем? Я бы хотел купить что-то более приземленное. Телевизор вот хочу взять, 85 дюймов. За 169 тысяч. Что-что? Телевизор 85 дюймов. За 169 тысяч рублей хочу купить. А, то есть хотите купить, да? Либо проектов, ну, с большим этим разрешением. Вот. Ну как откладываю? Ну как бы вещь такая, недешевая. Вот. Понятно. А сколько у вас среднемесячный доход вообще вот на производстве на вас получается? Сколько зарабатываете? Ну, 55-60 тысяч. А получается вообще вот в данной заработной плате понемножку откладывая, там, формировать какую-то финансовую... Практически мало, мало. Мало. Ну, тысяч... Мало получается, да? 5-7, да. Ну, все уходит на нужды. Я понимаю. Я вам скажу, что в этом направлении, то есть первоначально, да, понятное дело, миллионером ты не станешь. Но ты можешь спокойно приумножить свой основной бюджет на 20-22% за месяц. Это как минимум. Ну, то есть это минимальный рост. Сколько процентов? Сколько процентов? То есть если банки доплыли... 5-ти процентов. 20-ти? Плохо слышите. Да. От... А, от 20-ти. Да, от 20-ти процентов. От 20-ти процентов за месяц. Да, потому что на рынке ситуация разная, но минимальный стандартный процент это 20. Как вы скажете, это хорошо или нет? Ну, понятное дело, что чем больше капитал, тем больше у вас не вормозности. Это нехорошо, это просто прекрасно. Вот, то есть, ну, тест-драйвер, я же говорю, он вас ни к чему не обижует, вы пробуете. Вот скажите, Ливон, у вас такая сумма, как 15 тысяч рублей, сейчас на вашей банковской карте доступна, ну, или на банковском счету? Ну, вообще-то да, но как бы она, как я вам сказал же, ну, на разные нужды приспособлены, поэтому 15 тысяч на две недели отдать, а если я их не увижу, то я, конечно, очень сильно расстроюсь. Нет, ну, вы их не сможете не увидеть, они будут у вас на другом счету. Вы независимо от того... Нет, если я их потеряю, я имею в виду. Нет, мы о потерях с вами не говорим, потому что у вас есть система страхования. Вот смотрите, 20% в месяц, это, знаете, сколько в год? Это, ну, 800% в год, если взять это, геометрическую прогрессию. Ну, реинвестицию капитала. Ну, я понимаю вас, но смотрите, есть люди, которые целенаправлены не только на то, чтобы зарабатывать... Нет, 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 800% в год, то есть вы гарантируете, да, получается, эту сумму? 800% в год. То есть если я сейчас миллион вложу, то я 9 миллионов, да, получу в конце, ну, этого года, получается. Вы же не даете аналитика, я же не умею ничего, не разбираюсь в этих... Нет, как вы будете прибыль свою оставлять на балансе? Нет, 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 я всю прибыль всю прибыль всю, я, допустим, кредит возьму и возьму, внесу весь, ну, всю сумму, миллион. И не буду снимать, просто буду все время, все время, все время крутить эти деньги через вас. Это будет у меня 9 миллионов в конце года. Вы понимаете, я вам не могу сказать, сейчас 100% ли у вас будет 9 миллионов в конце года. Нет, вы же мне сказали, что 20% гарантировано в месяц практически, гарантии, то есть это 100%. Ну, так это минимум, правильно. Это даже минимум, то есть вы минимум 8 миллионов я заработаю к концу года, так? С миллиона. Ну, я не могу вам сейчас сказать, вы говорите, дайте мне 100%, как я могу это гарантировать? Нет, смотрите, смотрите, 20% в месяц, умножаем, как вам сказать, в 12 раз умножаем 1,2, возводим в степень 12, 12 месяцев. Получается 8,91, условно говоря, в 9 раз, то есть это 800% прибыли. 800% прибыли. Вот, то есть это при том, что в месяц 20% начисляется. И реинвестируя эту сумму, получается, мы через год получим с одного миллиона 9 миллионов. То есть это, тем более, вы сказали, что это минимум. Ну, если вы, а вы готовы миллион инвестировать сейчас или что? Миллион, если я буду точно уверен в том, что получу в конце года 9, конечно, готов. Конечно. Ну, так вот, давайте вы пройдете тест-драйв, вы мне гарантируете сумму 9 миллионов в конце года, так? Если я миллион не скажу. Я вам в течение тест-драйва гарантирую всему, а там вы уже сами будете смотреть. Нет, 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 вы гарантируете, вы, у вас, все, 100% клиентов получают 20% в месяц. Те, которые работают правильно, слушают аналитика, то получают. А что такое правильное? А не слушают аналитика, это как? Некоторые... Ругаются, что ли? Человек несет золотые, золотые сливки буквально, да, в клюзе приносят, а если нет, они его не слушают, да, так что ли? Самодеятельность, нет, самодеятельностью занимаются. То есть человек их формит, формит, а они, значит, это... Нет, я не пойму, зачем мне не слушать аналитика, если он мне приносит деньги. Ну, вот они договорились, ну, откуда я знаю, они договорились с аналитиком там на торговую, кстати, но увидели, что там какой-то актив какой-то растет и занимаются самодеятельностью, пытаются самостоятельно, не использовав правильную... Ну, это, конечно, самолечение занимается, врач прописывает такие таблетки, а он берет другие таблетки, да, то есть это бы смысл? Ну, так я же вам говорю, есть и такие, есть и такие случаи. То есть люди не хотят заработать 8 мл. У меня был партнер, у меня был партнер, который захотел просто перед друзьями похвастаться, и они по пьяни начали нажимать эти кнопочки подряд, и все то, что было на счету, все улетело в просадку. Это ваш знакомый, да? А просадку никто не выдержал. Это ваш знакомый, что ли, или как? Это партнер. Партнер. А что такое партнер? Это как по-нибудь? Ну, мой партнер, с которым я работаю. Вот вы будете также моим партнером. Я вам предоставляю аналитику, а я ваш аккаутс-менеджер. Понятно. Ясно, но что-то сомнительно 800% в год-то, честно говоря. Честно говоря, что-то даже... Да, я не говорю вам, что... Послушайте, Легон, я вам не гарантирую 800% в год. Я не говорю вам. Я вам говорю то, что вы можете стандартно зарабатывать. Что-то 20% гарантируете в месяц. Это все равно, что гарантирует 800% в год. Это минимальный. Это значит, что гарантирует от 800% в год. Гарантирует. От. Так? Я вам сказала, что вы минимум что получите. Я не все гарантирую. С вашего гарантии никаких никому не дают. Но вы же гарантируете только что-то, что это минимум. 20%. Ну, короче, ладно. Легон, а давайте... Так. Давайте вы попробуете в тест-драйве с 15 тысяч поработаете, и заработаете результат, а потом будете строить для себя стратегию. Ну, я не знаю. И оценивать результаты не слова. Надо деньги найти, потому что все-таки у меня хоть на карте есть, но что-то это... Они пока нужны. Ну, а что хорошо. Так, правильно. Они, если вам нужны, вы их снимаете. Или вам кто-то может запретить с вашего банка снять деньги? Ну, вот мне завтра надо делать непотечный. Непотечный, но вот надо завтра делать, да, 13 тысяч 500 рублей. У меня уже вот полторы тысячи останется, к примеру, да, если бы было мне 15 тысяч рублей. А как я сделаю, если я сейчас не буду? Ну, вы будете сегодня заработать... Хорошо, заработаете вы сегодня себе тысячу. Вы же можете обналичивать, вообще-то. Я вам говорю, в тест-драйве у вас нет ограничений. А, то есть я могу 15 тысяч сейчас нести, а завтра, например, будет уже 16, да, и забрать, к примеру, да, 13 500 оттуда уже сразу же. Так? Можете. Можете, можете забрать. Но потом, чтобы опять-таки работать, чтобы активировать сделки, вам опять нужно будет положить, чтобы у вас хотя бы отрок... Не-не-не, я, допустим, через пару недель у меня деньги появятся, я раз и обратно завел. Так же могу, да, сделать? То есть периодически снимать. Ну, конечно, можете, это ваш счет, вам никто не запретит. Просто я думал, что во время тест-драйва уже как бы нельзя никаких манипуляций делать, поскольку две недели как бы ты даешь за рог, не трогать эти деньги, мол, поздравляют. Мы все люди, а если вы... Нет, мы все люди, а если вы заболели, вам понадобится... Нет, я понял, что такого железного правила нет у вас, да, такого обязательства с моей стороны, чтобы, да, было на две недели забыть про деньги, да? Нет, вы это обговариваете с вашим аналитиком и договариваетесь с ним, когда опять сейчас берете ваш счет. Нам интересен процент. Если вы сейчас снимете, но вы увидите результат, и вам захочется с нами работать дальше, то вы найдете деньги и пополните их обратно, и мы будем с вами дальше работать. Мы же не получаем с вас просто комиссию завтра. Мы получаем комиссию дохода. Мы получаем комиссию дохода. А вы где находитесь вообще мы? Вы. В Москве. В Москве? А где? Я тоже в Москве. Васья Федерация, Пресвитская набережная. А. Ну, я знаю, кто из-за. А вы где? А вы где? В Москве. Ну, Красногорск, угол Москвы. Красногорск. Знаете Красногорск? Город. В Красногорске в городе или где вы? В городе Красногорске, да, военной части. Понятно. А семья, дети есть у вас? Семья, дети, все есть. Полный комплект. А сколько детей? Двое. Девять лет и семь лет. Дрозвые? Маленькие? Девять лет и семь лет. Мальчик и девочка. Ну, я так понимаю, что скоро нужно откладывать и на обучение детей, правильно? Ну, как-то... Так о чем речь? Поэтому вы говорите, 15 тысяч взял на воздух, ну, как говорится, да, выбросил, да, и потом, что, ищи-си-щи. А вы именно понимаете, что вы их на воздух никак не выбросите? У вас есть страхование. Я потому, что деньги на 15 тысяч взять отдать, и потом, знаете, очень трудно будет их, это, ну, как бы, накопить заново, да, например, ну, как-то деньги здесь и сейчас. Леон, давайте мы с вами оценим все рационально. Смотрите, вы мне говорите, что отдать 15 тысяч компании, которая несет финансовые затраты на обеспечение вас айпи-телефонии, аналитическим, поддержание торгового счета, нам интереснее 15 тысяч? Ну, мне бы, да, если бы дали 15 тысяч, да, подарили бы, да, просто так, так нечего делать. Ну, подарили или там просто дали без этих, без этих гарантий, да, условий. Так это если вы одному человеку, я вам говорю за компанию. А если не 100 человек дал по 15 тысяч, да, каждый, то я вообще был бы счастлив просто, понимаете? Каждый дал бы из 100 человек. Да, причем, подождите, Леон, Леон, вы вот считаете такие икьяны, я вам объяснила полностью весь спектр сотрудничества. Если вам успевают устраивать все по условиям полностью, то попробуйте, от этого вы не теряете ни разу копейки сегодня. Где там башня федерации, где находится? Дайте я хоть заеду, что ли, завтра, например. Там могу ознакомиться, с тех, с тех, с тех договоров, ну, к вам. С каким договором мы ваши деньги в управление не даем? А кому я даю? Договор есть только на страхование. Ну, хорошо, договор в страхование. Как вы нам не даете, я вам говорю, вы открываете. Так он вам на почту придет с электронной печати по сумме вашего счета, понимаете? А физическая печать и подписи не будет, что ли, на ней присутствовать? Алло. Есть мокрая печать. Да, мокрая печать. Говорю, есть автоматически приходит по вашему счету. По сумме счета, на которой вы активируете. Ну, я не разбираюсь в этом, честно, мне нужна такая печать, что же, как говорится, с подписью главы там, кто там у вас там. Какая такая печать? Сина, 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 сина. Сейчас автоматизировано. Я работаю на складе, и с меня требуют всегда при поставке от отпуска разного рода материалов, да, физическую печать и подпись. Я каждый день ставлю сотни печатей и подписей. Каждый день. Хотя у нас есть электронный ящик, у нас есть все это, электронный документ, оборот, все это есть. Послушайте, я вам говорю. И печати, и все это, все у меня, у меня три разных печати, три. На разных случаях. Я вам говорю, вы можете меня послушать, я говорю, есть автоматизированная система. Или вы думаете, что мы каждому человеку... У нас каждый человек с Европы приезжает к нам в ВОПИС подписывать договор. Но. Пускай приезжает, не к нам приезжает. На 15 тысяч. И за 100 рублей приезжает, понимаете, и за 100 рублей приезжает это самое, ну, с другого конца города. Я вам говорю, человек с Эстонии прилетит подписывать договор на 15 тысяч. Почему с Эстонии? К вам жители эстония. Я вам говорю, вы думаете... Я вам это просто два раза объясняю. Так. Или вы думаете, каждый вот едет в Атвии, в Эстонии, к нам подписывать... Ну, смотрите, приезжают сперва подписывают на 15 тысяч, а потом перечисляют полтора миллиона. Почему бы и нет, если это Израиль пройден успешно. Так? Куда перечисляют, Легон? Вы нам деньги не перечисляйте, вы это понимаете? Ну, я не знаю, 15 тысяч я же должен кому-то отправить, чтобы торговать. Да не нам отправить, это будет ваш счет. А где? В каком банке? В каком банке? А в каком банке? Мы в банке, на торговой площадке. Не-не-не, торговая площадка к какому банку относится, приезжая? А деньги где будут висеться? К какому, это независимый торговый инструмент. А что за инструмент? Как называется? Торговая площадка, это отдельный торговый инструмент. Как она называется? Название у нее есть, торговая площадка? Евростандарт Нет, понятно, сама торговая площадка как называется Вы это брокерская фирма Евростандарт Евростандарт Так, то есть вы Я должен перечислить на свою торговую площадку Под названием Евростандарт, правильно? Деньги У вас там есть личный кабинет Ну деньги, они же находятся, как правило, в банке То есть я перечисляю их на площадку Куда бы то ни было В каком банке? Ну смотрите, я перечисляю на Алиэкспресс деньги Получатель имеет свой счет в банке Куда, по сути, я и перечисляю Я перечисляю непосредственно в некий банк Куда приходит получатель платежа И забирает эти деньги Ну, к примеру, Алиэкспресс Я покупаю товар, да, где-то там Или что-то там, услугу, да, коммунальные услуги я оплачиваю Я оплачиваю в банк Коммунальные услуги Не какую-то там площадку, да, я именно в банк оплачиваю, по сути То есть подконечный получатель И там уже Этот, тот, кто мне эти услуги оказывал, да Он уже идет в свой банк и забирает эти мои деньги, правильно? Вот Вы же то же самое, вы же, у вас есть банк? Банковский счет Банковский счет Вы знаете, что такое сегрегированный счет? Нет, понятия не имею, а что это такое? Он бизнес-значен для хранения средств клиента отдельно от капитала брокерской компании Да-да, а это, ну, он же в банке, наверное, находится, счет-то Счет-то, счет-то, это то, что находится в банке, я так понимаю Или где еще можно открыть счет, кроме банка? Торговый счет? Да вообще, счет, он открывается в банке, еще где? Вообще, вот я захотел открыть счет, я могу открыть счет в банке, в банке могу А еще где бывает разновидность, ну, где еще можно открыть счета, кроме как в банке, еще, еще где? Вообще, ну, вообще, в принципе Слушайте, вы понимаете, что каждая брокерская компания? Так Что такое брокер? Я, брокер, это посредник между мной, например, да, и, например, биржи, да? Я правильно понимаю? Или нет? Угу Ну, да Допустим, я бы хочу купить акции, да, какие-то, они продаются лотом по тысяче штук, да? Я иду к брокеру А у брокера эти акции есть в наличии, допустим, да? Он мне поштучно продает, к примеру Это опт-розница А у брокера нет в наличии акций Почему нет? Есть у него все в наличии У брокера нет в наличии У брокера нет в наличии А как же люди шортят тогда? Знаете, сделайте шортят Вы знаете такое понятие? Я подождите, я Шорт Я взял у брокера акции, займы, да, и продал Не у брокера выберет А где я брал взаймы акции и продал? В шорт, в шорт я сыграл Не блог, а в шорт? На рынке На рынке? На рынке На рынке можно купить акции А если я хочу сыграть в шорт, то есть я хочу их продать с тем, чтобы нападение заработать Я беру их у брокера Правильно? Вот Такая штука У какого брокера? Ну, у которого я торгуюсь У какого брокера? У которого, с кем я работаю? Я работаю с бербан брокером Я хочу завтра сыграть в шорт Или сегодня То есть я беру у брокера акции и продаю их И если цена падает, я завтра их выкупаю по сниженной цене И прибыль забираю себе Вот сделка называть шорт Выгода какая? Выгода Короткая позиция Да неважно, я к тому, что у брокера тоже есть акции Короче, ладно, давайте дальше продолжим Причем здесь это? Причем здесь это? Я пример привел Вы меня спросили, что такое брокер Я говорю, посредник между мной и биржей Правильно? Я правильно ответил на вопрос? Так правильно Есть брокер, физическое лицо Есть юридическое лицо Есть брокер, который дает выход на международный рынок Есть тот, который обеспечивает вас акциям Вы понимаете, что есть артистичные понятия? А подождите-ка А смотрите, а у вас это ИНН-то есть хоть? ИНН? Нет Вот так бы мы работали Без регистрации Ну есть, да, получается? Конечно, есть Так, слушаю Все на сайте указано Говорите Что говорите? ИНН Вы зайдите, посмотрите на сайте Нет, нет, нет Я не хочу заходить Вы не можете сказать, что мне ИНН? Что не хотите заходить? ИНН А зачем вам ИНН сейчас? Ну, вы же сказали, что вы в Москве находите Башня Федерации А зачем ИНН? Так вы понимаете, что физический адрес, который находится компания Где он зарегистрирован? Это два разных понятия А вы знаете контору такую, знаете, Юмаркет? Или нет? Юмаркет, знаете контору? Нет Вы там не работали случайно? Что это за компания? Ваш голос похож на голос Мирославы С Юмаркетса Какой Мирославы? С которой я имел опыт общения Меня Алина зовут Несколько месяцев назад Вот Значит, ваш голос очень не похож на ее голос И это, по-моему, мне кажется, это и вы Мирослава с Харькова Потому что вы мне рассказали Тейвы, это все, это вы, все, ну точно Про этот, айбокс Айбокс, это банкомаи Эти терминалы на Украине, знаете, или в Украине Айбоксы У нас нет в России айбоксов Какая Мирослава? Ладно, ладно, про айбоксы теперь Айбоксы вы мне сказали, что Есть Европа, есть много терминалов В России нет, может быть, в России есть айбоксы Но это распространенные терминалы в Украине Я работаю с Казахстаном Я работаю с Казахстаном Нет, нет, вы работаете с Юмаркетсом Какая Мирослава? Ну что, работали с Мирослава с какой-то, или что? Мне звонил Мирослава с Юмаркетса И значит, этот голос ваш Как это голос мой? Ну потому что это вы были Ну, скорее всего, похоже Мне зовут Трофимова Алина Нет, нет Вас не зовут Алина, ладно Какая Мирослава? Все, короче говоря, лицензии у вас нету И НН у вас нет Лицензию хотите? Зайдите на сайт Пишите сейчас в интернете Евростандарт Так Заходите, пишите Сейчас Куда? Яндекс зайти, что ли? Да куда хотите Евростандарт.ком В адресной строке пишите В поисковой строке, да? В адресной Нет, я в поисковой строке Алло, вот, стоп, мошенники Брокер Евростандарт Отзывы обманутых инвесторов Это про вас, что ли? Или нет? Я вам сказала, где написать Про что? Нет, нет, нет Я написал в этом В поисковой строке Евростандарт Брокер Тут он мне еще добавил Черный список, мол Я, да, короче, набрал В итоге Евростандарт Брокер Черный список Вот Стоп, мошенники Ну, в поисковой строке Я написал Евростандарт Брокер Он мне тут добавил Еще это Предложил Ну, зайдите, зайдите То есть вы Находите в черном списке Хорошо, вы сейчас Вам В каком черном списке? В черном списке Брокеров на территории Российской Федерации Какой черный список? Ну, и Черный список вас Зайдите Заходите сейчас Заходите сейчас На сайт отзывов И напишите сами там отзыв Зачем я не буду писать Я же Я же Да, конечно, могу Так вы же не сможете Вы не Да смогу Вот сейчас зайду Сейчас ВКонтакте Да, там есть Там наверняка Там наверняка есть Эти сообщества ВКонтакте, да? Зайдите, зайдите Зайдите, пишите Зайдите, да Зайдите, пишите Вы мне сможете написать Вас я опубликую А спорим смогу? Вот спорим Давайте Все Ну, давайте Сейчас Давайте прогрузить страницу Заходите Сервисы Сервисы Сообщества Так, поиск Евростандарт Так Так, вот вышел Какой-то финсайт Ну-ка Так, поиск по стене Евростандарт А, вот уже вышел Черный список брокеров Ну-ка Да какой черный список Так Смотрите В черный список брокеров Добавлены Consult Union И IFS International Вес Financial Solutions А зачем мне эти брокеры Которые пачки Компании Евростандарт Запятая Тоже есть И здесь отзывы Сейчас могу написать Вот Комментарий Сейчас еще напишу Мне только что позвонили Ладно, не буду То есть Отзыв я могу Спокойно поставить Ливан 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 Так Я потратила на вас Уйму времени Где бы я могла уже заработать С твоим партнером На торговой сессии А теперь Я вам задаю вопрос Либо вы сами работаете В режиме тест-драйва Либо вы ищите отзывы Все, я поизучаю отзывы Давайте я поизучаю Я как бы тоже, да Подумаю Потому что 15 тысяч Отзывы поизучаете Какие? Ну разные Какие отзывы поизучаете? Положительные Либо отрицательные Хорошо, вы мне можете дать Тот ресурс Где есть отзывы на вас Положительные Тогда Раз на то пошло Раз вы про отрицательные Какие награды имеете? Какие награды имеете? Какие награды имеете? Так Ну брокер года Например Или Самая лучшая Обработка Платежа Какие награды? Ну какие Какие награды? Золотой глобус Я не знаю Что там еще Какие награды? Оскар Какой золотой глобус? О чем речь идет? О наградах Вам не смешно? Мне смешно уже стало Ну вот я захожу В любую контору В офис Там висят какие-то награды Диплом за то-то-то Награда за это За то Какая-нибудь статуэтка Может быть даже Хрустальная сова Что-то такое У вас есть какие-нибудь награды? Где Может быть На сайте посмотреть Какая хрустальная сова? Ну что Какая-то статуэтка Либо Мне уже смешно Вы что? Ну не что Так Компания работает Уталенно Он дает просто информацию О чем речь? О чем речь? Индивидуально С каждым партнером Ну короче Я вот так Копнул слегка Написано Что стоп-мошенники Вот я к чему Я еще Еще вчера Я не знал Об этом Ничего А сейчас После вашего разговора Я теперь смотрю Оказывается В интернете Как будто Копнул Знаете Червей Накопать А тут Сплошные эти Черви О чем вы не знали? Хотя С видом Господи Дождите на все эти сайты Они Они идентичны Идентичны Там пишется Идентичная Информация Понимаете? Просто голос ваш знакомый Мирослава Мирослава Все-таки это выявится Я ведь хотел К вам в Харьков Приехать Помните? Вообще Вы меня обещали Угостить борщом Какой Харьков? Какая Мирослава? Это вы Левон Вы что С ума сошли? Еще там у вас Подруга Анна Алтынова Тоже якобы Алтынова Да какая я Анна? Алтынова Левон Какая Анна? Какая Мирослава? Потом еще какая-то Виктория Забыл фамилию Что я надела? Мне тоже Похоже на моего друга Костю По телефону Так А на вашего друга Льва Я не похож? Вы кое-что? Льва На друга Льва Не похож Я по голосу Не знаете Такого льва? Какого льва? Просто вообще Говорю Не знаете Никакого льва? Нет Так Спортил ради Интерес Не знаю Ну нет Так нет Вот Ну ладно Вы мне информацию Дали хорошую Возможно я был Чрезмерно Как он сказать Чрезмерно С вами Ну как бы это Зачем вы потратили время И свое и мое? Нет Ни зачем Для того Чтобы получить информацию То есть я понял Что нужно Презрайв Какую? Вот никакую информацию Ну что вы находите Вашней федерации Что к вам приезжают С Эстонии торговать Кто к вам приезжает С Эстонии торговать? Ну вы сами сказали Что к вам С Эстонии даже Стоит очередь Целая Они приезжают На статуэтку Золотую сову посмотреть Не золотая сова Хрустальная А золотая Да мне без разницы Хрустальная Золотая Глобус Не глобус Точно Точно Это вы Это вы Вы мне звонили С Лондона Вспомнили теперь? Что Что? Вы мне звонили С Лондона Вы говорили мне В тот раз И что вам 27 лет С какого Лондона? С какого С какого Я вам первый раз Позвонила Нет-нет Летом Летом и осенью Вы мне звонили С Лондона Помните? С Лондона С Юмаркетса Ну Теперь вспомнили? Я первый раз Позвонила Ливон сегодня Да нет-нет В предыдущем Амплуа Вы что Неадекватный? В предыдущем Амплуа Вы неадекватный? То есть Когда вы работали На другую компанию Вы звались Вы звались Мирославом Вы звались Мирославом Ливон Если вы Различаете Так Ну голос ваш Все я понял Это вы Что? Ну тем не менее Ладно Вы мне пищу Для размышлений Короче дали Давайте Когда созвонимся Ну я изучу Эти ваши Регалии Разные награды И как мы сказали Эти Лицензии Пробуйте Сейчас работать Сейчас нет Сейчас 15 тысяч Вы так Меня огорошили Знаете 15 тысяч Возьми Возьми И перечисли Вот Я так Сейчас Быстро Не смогу Это Созреть На торговый счет Вы по транзитному счету Вы по транзитному счету Себе активируете Я понял Мне просто Остро Необходимо С утра Уже эти деньги Будут забрать И что я буду сейчас Считать Вот скажите Заберите Забирайте А смысл И что я заработаю Тогда за это За эти несколько часов К завтрашнему труб Так вы хотите проверить Вы хотите просто Я понял Я же Когда вы мне только позвонили Я же не знал Что речь идет о 15 тысяч Которые нужно Здесь Сейчас Подождите Вы говорите А что же Как вы говорите А что же я заработаю Так вы можете С 500 рублей Вы говорили Заработай за недельку 5 рублей Вы сказали Минимум 500 рублей 15 тысяч Надо То есть Закинуть А 500 рублей Отзывы всякие Значит эти ИНН И тогда Завтра Так Завтра Ну после обеда Вас А сколько обед Такое же время Как сегодня Нет Сегодня Вы сейчас поздно Набрали Время сейчас Седьмой час Часа Завтра В 2 в 3 В 2 в 3 Да 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 В 2 до 3 2 Москвы 2 Москвы Все отлично Все отлично Хорошего вечера До завтра До завтра До свидания Алло 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 Ливан Здравствуйте А здравствуйте Это Евростандарт Это Как она зовут Алина да Это Алина Вчерашняя Ну 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 Так так Как ваши дела Вы говорили Вас сегодня набрать Хорошо Как ваши дела Нет Вы сказали Что наберете Я говорю Ладно Ага Ваши дела Вы же говорили Что вам нужно Все переосмыслить Нормально Нет Я говорил Что у меня денег нет Кажать бога А этот Просто вы сказали Что позвоните Ну ладно Хорошо Так Ну давайте Вы говорите НН у вас есть Да Я и так не проверял Я просто еще пока занят На работе На мной вообще Ну так сейчас пока В свободном режиме Да Но тем не менее Вот Что подождите Еще раз ИНН ИНН Ну адрес Регистрации Торговой площадки Указан На самой Торговой площадке Вы же заходили Смотрели А я честно Не помню уже Вот А вы это что Уволились да С этого Сьюмаркетса Я что-то так не понял Давайте продолжим Откуда вы Да сьюмаркетса Вы же помните Данила Гринвель Помните такого Название у меня Где там Летом Летом Кого Я вам сказала Я вам позвонила Нормально Но о какой Мирославе идет Речи Я понятия не имею Я же вам сказала Ваш голос Не так Не знаю Да и ладно Все понятно Помните ли Вы мне звонили Лев 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 Сокращенно Лев Какой Лев Ну Летом Летом Названивали Целый Целый Месяц Вы прикидываетесь Дурачком Или вы реально И есть Дурачком Ну вы Не помните что Лев Что вы сразу Обзываете Что вы сразу Обзываете 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 Вы на телефоне Сидите И знаете Вот так Вот это Прикидываете Дурачком Что за фраза Что за фраза Что за фраза Что за фраза О какой Мирославе Идет речь Я вам сказала Что за голос Сорван голос Да У вас тогда Более звонкий Голос Какой Сорван голос Ну голос Такой У вас надрывный Как будто Вы Не понимаете Что у меня Людей Миллионы Ну понятно Вы так себя Гробите Понимаете Голосовые связки Так испортите Как гробите Может я курю Нет Ну Курение Одно Но у вас Голос Тогда был Немножко Посвежее Голос У Мирослава Ну у вас То есть Летом Когда У вас У Мирослава Тире Алина А вы Алина Кстати Вот скажите Вы татарка Что ли Да Кто Татарка Вы Да Монгола Татарка Вы из Татарстана Ну Алина Татарская Нет А фамилия Трофимова Ну то есть Как это Как у вас Так Получилось Алина Это не Татарское Имя Ну как бы Я вот в Татарстане Был Там вот Ну Алина Сейчас встречается Ну алина И почему вы взяли А в Москве Я не знаю Я ни одного человека Не знаю по имени Алина Трофимова Ну чтобы имя Татарки Алина Гроша Алина Гроша Знаете Алина Загитова Знаю Татарка Алина Гроша Знаете Фигурист Алина Кабаева Тоже вроде Татарка А вы Были алина кабаева татарка дагестанка и за ну как то на тона наверно татарка подозреваешь туда татарка актона посмотрите алину гроз и знаете нет не знаю кто такая это посмотрите смотрю приводите мне пример ну так посмотрите алина трофиму как и так вот у вас это получилось так же не бывает просто что возможно маму материну стартанда или отек это какого-то на город казань например и бугульма там какая-нибудь старта не были нет я же вам говорю вы что не понимаете русским языком нет мне просто интересно интересно просто вы имя выбрали как сказать вот в украине да вы думали что алина взять из ну ими теперь попавшись как бы алина это все-таки татарская то есть вам надо быть татьяна татьяны как-нибудь еще что-нибудь татьяна ирина там рождения алина меня зовут рождения алина вы что не понимаете хорошо ладно верю временно сегодня алина завтра марина так кто у нас так тоже татарка не могу вы что ли а вы знаете такую штуку чак-чак знаете чак-чак вы мне вы меня называли вы меня называли алина загитова ленок а пока ну загитва точно так это татарская фамилия стопорно то нет 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 а какая фамилия Загитова. Что это такое? Чья? Она из Ижевска. Она родилась в Ижевске. Ну и что? Вы Жевский. Что? Немножечко не то, да? А вы же из Татар, что ли, по-вашему, что ли? Ну, Удмурты. А Алина из Загитова Ну, скорее всего, Татар. Скорее всего, подозреваю. Вот. Она не Татарка. А кто? Она русская? Она не Татарка. Ну, хорошо, а кто? Она русская. Чё, сомневаюсь? Ну, неважно. Короче говоря, что это сама. Алина Загитова явно, что это сама. Ни русская, ни имени, ни фамилия. Как бы я ничего просто не имею. Вот у вас тоже, Алина, ну, не русское имя. Ни русское имя, ни фамилия. Ну, да. Вот. Слушай, ненормальный. Зачем мы говорим о моём имени и моей фамилии? Ну, просто Мирослава. Давайте прямо, да, скажите, Мирослава, это же вы. Какая Мирослава? Ну, вот ваш голос, интонация прям точно такие же. Знаете что, Ливан, я, если честно, не буду тратить своё время на пустые разговоры какие-то непонятные с вами. Поэтому ищите доход где-то в другом месте и возите по лицу. Алло. 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 Ливан, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Александр Галина, с которым вы ранее общались. Помните? Ну. Вот. На веру заработка так и не приступите. Почему? Что остановило? Пока времени нет. То есть погода холодная. Да, да. Сейчас машина не заводится. И вообще, короче, не до этого. Вот. Машина не заводится, погода холодная. Да, да, да. Сейчас просто проблема. Да, но у меня автопарк и всё такое. Тут работы много, короче. Вот. Так что... Вы могли бы на следующей неделе позвонить. Мне сейчас просто некогда. Вот сейчас. А на следующей неделе будете свободны? Да. Ну, выходные завтра уже. Завтра после завтра выходные уже. Так что это... На следующей неделе будет. Ливан, у меня к вам такой вопрос. Скажите. Вы сказали или это, что для вас 15 тысяч это много? Да. Как у вас тогда может быть... Да, да. Иногда много, когда... Вот на данный момент было... Ну, да, многовато. Ага. Ну, так как у вас тогда... Вы меня не слышите? Я сейчас говорю, я занят. Вы меня не слышите, что ли, совсем? Я говорю, я сейчас занят. Ну, могли бы перезвонить через неделю. На следующей неделе. Я тоже занят. С вами сейчас общаюсь. Ну, всё, всё. До свидания. Алло. Алло, да, Ливан. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр. Он меня заходит. Договорились в начале этой недели созвониться с вами. И активировать ваш торговый счет. Помните? Так, так, так. Знакомый. Это Еврокаскад, да, по-моему? Что-то такое. Евростандарт, да, да, да. А, Евростандарт. Ну, 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 ну. Так. Да, хорошо, Ливан. Скажите мне, у вас появились какие-то вопросы за период, с которыми вы с вами не общались? Это вы мне звонили тот раз. Последний раз. Да, да, последний раз я с вами общался. Да, у меня были вопросы, вы мне начали просто грузить. Я говорю, мне некогда, а вы мне всё равно продолжали свою твердить. Помните? Да, помню. Хорошо. Поэтому вопрос у меня такой, вы всегда так делаете, когда вам говорят, что некогда, вы всё равно продолжаете наставить на своём. Вы всегда так делаете? Нет, нет. Нет, не всегда. Видите, я же вам перезвонил в тот момент. Ну, понятно, понятно, я вам два раза повторил, вы всё равно говорите это, давайте разговаривайте. Ну, хорошо, хорошо, ладно, так, давайте, о чём сейчас будем говорить-то? Смотрите, давайте для начала отвечу на ваши вопросы, которые у вас есть. И у вас есть вопросы. Какие вопросы? А я и не думал над этим уже. Вопросы. Ну, вопросы там 15 тысяч надо внести, чтобы, как вам сказать, активировать свой торговый счёт. Да, где торговый счёт располагается? Я у Алины спрашивал, да, она, значит, сказала, что этот торговый счёт располагается в евростандарте, а никакому банку он не привязан. А как, что-то я не понял, а куда он там привязан? Смотрите, я вам объясню. Ну-ка. Мы работаем по следующей системе. Какой системе, я не понял, какой системе. Я же сейчас объясняю вам, смотрите. Нет, я прослушал, я прослушал, нет, я прослушал просто. Вы сказали, мы работаем по, и я прослушал слово. По следующей системе. А, вот, так. Смотрите, вот, вы с банковскими ячейками, не знакомо? Это когда в банке, там, знаете, такие шкафчики, да, и там, значит, ячейки. Открывайте ячейку, да, открывайте для того, чтобы хранить свои кресла. Там не только деньги, там можно и золото, и золото хранить, и деньги, наличные, да, пачки. Да, да, там ценности можно хранить. Алмазы, ну-ну-ну, так-так. Да, вот, и мы работаем по следующей системе. Есть такой формат работы с банками, как сигригированные ячейки. То есть, что это такое? Это банковская ячейка, которая хранится в банке, с помощью которого вы делаете активацию. То есть, к примеру, возьмем Сбербанк, самый популярный вариант. То есть, мои деньги будут храниться в натуральной форме, то есть, некий шкафчик какой-то вы кладете в шкафчик, так что ли? Прямо в реальный шкафчик. Да, да, когда вы оставляли регистрацию, для этого не нужно было сказать вашу фамилию, имя, для того, чтобы создан был шкафчик, который будет закреплен за вами. То есть, деньги хранятся отдельно от средств нашей компании. Интересный поворот, так. Наша компания исключительно предоставляет вам информацию, на которой вы зарабатываете. А деньги хранятся в банке. Хорошо, шкафчик это в каком банке находиться будет? В каком банке? В помощи которого вы делаете активацию. Угу. То есть, куда вы хотели бы удалить прибыль, с которой вы делаете активацию? Это вообще какой банк? Каким пользуетесь? У меня Сбербанк, я же ей сказал, Сбербанк. Она говорит, это самое... Ну, дальше она начала просто застревать. Просто я ей говорю, что за торговая площадка, где находится, она прямо уперлась в евростандарте и все. То есть, никакому банку она говорит, не привязана вообще. То есть, как будто независимо у вас какая-то финансовая структура, которая является даже чем-то, ну, альтернативным банку. Так, что ли, получается? Такого же не может быть. Все равно же она в структуре банковской числится. Наша компания является компанией, которая предоставляет только информацию. То есть, это не финансовая структура и организация, которая имеет доступ к средствам. Мы не являемся инвестиционным фондом. А, то есть, вы консультационное агентство, да, получается, какое-то? Ну, грубо говоря, да. Брокерская компания, которая предоставляет вам инвестиционную информацию. Не-не-не, брокерская или консультационная компания все-таки? Брокерская. Так же, выход, возможность выхода на фондовый рынок. Не более, не менее. Это не финансовая организация, которая хранит деньги у себя и так далее. Мы не являемся хэдж-фондом или инвестиционным фондом. Нет. А у вас много клиентов. Мне вот интересно, потому что, если мало клиентов, то, наверное, это все-таки, ну, сомнительный способ, да, как бы, ну, как бы, компания. У вас много, сколько у вас клиентов? А сколько, в вашем понимании, много либо мало? Ну, я пока не знаю, вот сколько у вас клиентов. Я хотя бы разберусь, ну, много. Это может быть, у вас три клиента, да? Или десять. Это мало. А, например, если скажете, миллион или там сто тысяч, это нормально. Около пятьдесят тысяч по всему миру. Вот, смотри, вот сегодня, сегодня сколько вот заработано? На американских фондах биржи сколько вот сегодня? Какие вот процентные, ну, прибыли средние у ваших клиентов за сегодня? За сегодняшнюю торговую сессию? Откуда я знаю? Я что, аналитик, который занимается торговлей на фондовом Блинке. А вы чем занимаетесь? Я конкретно помогаю людям активировать счет. И уже передаю их к аналитику, к специалисту, который помогает вам вести торговлю конкретно. Знаете, когда вы приезжаете на автосервис, нет приемных. Нет, нет, давайте без сравнений, дурацких сравнений. Давайте, знаете, когда ходишь по лесу, ищешь грибы, а знаете, когда стираешь белье и сушишь и так далее. Ну, все это чушь полная. Вы мне про реальные вещи говорите. Не надо мне про автосервис мифический. Мне не интересно слушать. Я про реальные вещи говорю. То есть я не хочу слушать притчи какие-то, знаете. Что значит не перебивайте? Хочу и буду перебивать. Потому что вы мне позвонили, я ваш потенциальный клиент, поэтому я буду говорить то, что я хочу. И буду перебивать. Вот. Если вы будете мне так говорить, указывать, не перебивайте, не делайте то и это, я вообще сейчас трубку брошу и все. Я вам не указываю. Вот и не указывайте. Продолжайте, говорите. О чем вы еще хотите сказать? Понимаете, вы пришли в компании, качайте права. Вот видите, вы качаете права. Что за выражение? Вы кто? Вы телефонист, консультант, кто вы? Или вы на базаре семечками торгуете? А? Да почему вы мне говорите, чтобы я... Качайте права. А что за качайте права? Это что за выражение такое, а? Ну-ка. Поясните. Это когда клиент думает, что он самый главный. Ну, для вас я самый главный. Потому что вы меня хотите привлечь в свою организацию, чтобы я внес деньги. И вы не должны мне говорить. Скачаете права, мол, какую-то херню вы несете, понимаете? А, вот видите. Вы же себе позволяете выражать? Ну, конечно, приходится. Приходится. Если вы не умеете себя вести, вам сколько лет? Сколько вам лет? Сколько вам лет? Ну-ка. А какая разница, сколько вам лет? Ну-ну, а что ты где-то? Понимаете, вот, качаем-то еще померяемся. Ну, померяйте, чем хотите. Я говорю, сколько вам лет? Сколько лет вам? Вот какой размер ноги? Сколько, говорю, вам лет? Лет, сколько вам? Я не спрашиваю ваши физические параметры. Я говорю, сколько вам лет? Просто мне интересно. Во сколько лет вот так могут люди вот так у себя вести, вот по телефону так вот нагло разговаривать с потенциальными клиентами? Вы просто, наверное, неопытные еще, да? Потерянное поколение, Ливан. Потерянное поколение, ну, оно чувствуется. Так, давайте посуществуем. Сколько, какая там минимальная сумма взнос у вас? Вноса? Да. Ну, смотрите, давайте сначала разберемся, что такое для вас взнос. Ну, что такое взнос? Внесенная сумма минимальная, ну, я не знаю, ну, поправьте меня. Не взнос, что ли, а что-то другое. Ну, смотрите, взносы это в банке, вы делаете взносы. По кредиту, к примеру. Платежи, это взнос. Это не взнос, это платеж. А у нас? Это платеж. Хорошо. А что тогда взнос в вашем понимании, если это платеж? Профсоюзный взнос, например. Я, понимаете, своим словам вывезу. Ну, вы сами ответили. Ну. Вот, смотрите. Хорошо, давайте объясню вам словами, как это есть на самом деле. Будем называть, скажем так, вещи своими именами. То есть, минимальная сумма активации вашего торгового счета, то есть, грубо говоря, того счета, который по совместительству является банковским, это сумма в размере 15 тысяч. А что так дорого? Что именно дорого? Ну, 15 тысяч – это дорого. Вы покупаете за эти деньги или что? Ну, дорого-дорого 15 тысяч. Слушай, покупай, я эти деньги должен отдать, взять его, взять его. Ну, я же их должен... Ну, я их должен... Вы вытащите из своего бюджета, понимаете, значит, значит, эта сумма, которая имеет значение для меня. 15 тысяч – это дорого. Вот что значит дорого. Эта сумма, которая выводится из моего личного оборота. То есть, я не смогу за الس продукт купить на них, понимаете? Не смогу купить хлеб, молоко там, масло. сможете почему взяли то что не сможете продукты выделил еще я не смогу пока взять потому что я их внес в виде взноса как вы не выбросили в окно понимаете и не сожгли так а что я с ним сделал но они вас остаются на вашу банкарном счету понимаете но я же не могу и воспользоваться некоторое время двинца там две недели что сколько а кто может я могу или нет я могу или нет им не пользуется если я их несу не купить на эти деньги завтра продукты если я их несу или я их должен сперва еще вывести смотрите так вы видите свои банковской карты с одного счета на другой и купите продукты с банковской карты до наличии до тех пор пока я не выведу я я не могу им воспользоваться правильно книгами как это делать а две минуты 2 минуты банально пока в очереди стоите вы прийти на карту или то есть вы утверждаете что я могу ввести вывести за две минуты до 15 тысяч а если я их не смогу вывести а почему-то на 15 они там тысячу рублей хочу такая большая у вас где-то самая минимальная планка ливон скажите мне есть вот примеру хлеб стоит он 100 рублей вы приходите в магазин и говорите что можно его за 10 она не сказала что вы должны пополнять через ай бокс а что такое и бокс ай бокс да да какой и бокс она сказала что там можно через карту пополнять а можно через ай бокс через терминала и бокс я говорю поподробнее можно что такой терминал ай бокс она сказала что классификация терминалов я отказал я откуда знаю как она сказала и бокс ну а я причем ну нет а вы чего не в курсе что лишь такое бокс а вот она в курсе а вот а мы нет получается она говорит о чем-то своем а я парикмахер нет 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 смотри она смотрит она сказала и бокс то есть вы это тоже должны знать что такое бокс если она знает вы же в одной конторе работаете правильно вы занимаетесь одним и тем же ну в работе терминологии вы должны быть это знакомы собственно терминологии так скажите мне если вы работаете с человеком каким-то в компании какой-то своей ну-ка ну-ка ну вы знаете одну и ту же информацию да мне мне про и бокс вы скажите что такое бокс мыслить да да мы нет я туда да я вас вышел шоу и ничего не понял давайте мне теперь это самое про и бокс расскажите поподробнее 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 Продолжение следует...